Добрый вечер! Прошло 20 дней после пожара в центре предварительного задержания миграционного офиса Йосу. Подобный случай может произойти с любым иностранным рабочим в Корее. Национальный доход на душу населения Кореи – почти 20 тысяч долларов. А как оценивается в нашем обществе соблюдение прав человека? Вы смотрите программу новостей телеканала Migrant Workers Television. С вами Буровцова Дарья. Крупномасштабное собрание в пользу жертв пожара в иммиграционном офисе Йосу было проведено на Сеул Стейшн 25 февраля. Свыше тысячи человек приняли участие в митинге. Перед собравшимися выступили приехавшие родственники пострадавших. Были обнародованы факты нарушений прав человека. Проведено вскрытие без согласия семей погибших. Полицейские одевали наручники на пострадавших, находящихся в больницах. Оставшиеся в живых, нуждающиеся в психологической стабильности, были переведены в другие места заключения. Участники митинга критиковали действия властей, требовали улучшения положения иностранных рабочих и заблюдения прав человека. 14 февраля Демократическая трудовая партия провела пресс-конференцию перед правительственным зданием в Се-Джонг-Но в Сеуле. Критикуя действия правительства по вопросу о пожаре в Йосу 23 февраля, профсоюз иностранных рабочих и союз рабочих мигрантов Кореи провели свою пресс-конференцию в пресс-центре в Сеуле. Представители Непала, Бангладеш, Филиппин, Индонезийских сообществ, Бирмы, Шри-Ланки, Объединенная независимая ассоциация и Китайская ассоциация обсуждали на пресс-конференции обстоятельства несчастного случая. После пресс-конференции все участники выступили за продолжение расследования обстоятельств пожара, требуя наказания ответственных за происшедшее, освобождение всех пострадавших, прекращение облав легализации всех незарегистрированных иностранных рабочих и отмены жесткого контроля миграции. Иностранные рабочие из Монголии больше не должны отчислять деньги в Корейский пенсионный фонд по новому соглашению о страховых счетах. Это соглашение вступит в силу 1 марта. Теперь монгольские рабочие мигранты будут производить выплаты в монгольскую пенсионную систему. Кроме того, рабочие мигранты других стран, которые имеют соглашение социального обеспечения с Корейской правительством, не должны участвовать в Корейской национальной пенсионной программе. Министерство здравоохранения и благосостояния объявило, что дополнительные соглашения будут подписаны с правительствами Таиланда, Индонезии и Шри-Ланки. В дни празднования Соль-Ляй, когда корейцы встречаются с родственниками и друзьями, иностранные рабочие Кореи чувствуют себя особенно одиноко. Центр иностранных рабочих Ансана при поддержке Объединенного благотворительного фонда Кореи и города Ансан с 16 по 18 февраля провели фестиваль «Новый год без границ» в рамках знакомства с национальной культурой. 25 февраля была 25-я годовщина революции на Филиппинах, которая свергла авторитарный режим президента Фердинанда Маркоса. Однако в 2006 году более 180 активистов, журналисты, адвокаты, члены профсоюзов, левые политические деятели и деятели профсоюзного движения были убиты. 23 февраля группа граждан филиппинского сообщества провела митинг перед посольством Филиппин, критикуют действия правительства и президента Ароя. Они заявили, что за прошедшие пять лет больше 800 человек были убиты и более 200 числятся пропавшими без вести. Филиппинские активисты призывали правительство остановить политические убийства, проводить эффективную политику мирного урегулирования и поддерживать мирное соглашение, подписанное коммунистическими группами и мусульманскими партизанами. 13 февраля было достигнуто соглашение между корейским правительством и жителями Дэчури и Добури в Пёнтэк. Жители этой области должны оставить свои деревни до 31 марта без каких-либо специальных условий. Жители изо всех сил пытались защитить места своего проживания от разрушения Министерством национальной защиты и полиции в течение четырех лет. Действующая на сегодняшний день политика отцовства будет отменена в 2008 году. Политика отцовства заключалась в том, что дети наследовали фамилию отца. По договоренности они могли выбрать фамилию матери, что не приветствовалось в корейском обществе. Ожидается, что более справедливая политика позволит людям выбрать фамилию отца, матери или обе фамилии. На пляже тайвандского курорта убиты две российских туристки. 30-летняя Татьяна Цимфер и 25-летняя Любовь Сверкова были обнаружены 24 февраля застреленными на прилегающем к Паттайе курорте Джом Ти. Просмотр записей, сделанных камерами наблюдения, показал, как высокий мужчина неопределенной национальности остановил мотоцикл у дорожки на пляж, подбежал к лежавшим там российским туристкам, открыл по ним огонь из пистолета, а затем скрылся с места преступления. В настоящее время полиция придерживается версии, что убийство совершил член подростковой банды. За предоставление информации, которая привела бы к аресту убийцы, назначена награда в 3000 американских долларов. Вслед за странами Евросоюза в Корее вводятся новые правила провоза жидкостей на борту самолетов международных рейсов. В салон авиалайнера запрещается проносить жидкости, кремы и гели в упаковках, превышающих 100 мл. Все флаконы, объем которых не должен превышать 1 литр, следует помещать в специальный прозрачный пакет, который запечатывается при регистрации. Это решение корейского правительства продиктовано Советом Международной организации гражданской авиации. Новый закон вступит в силу 1 марта. 20 февраля в Индии во время взрыва в поезде погибло 68 человек. Составлен фоторобот двух подозреваемых. Полиция объявила, что взрыв произошел через 15-20 минут после того, как эти двое покинули поезд. В тот же день в Мьянмаре взорвался автобус. Пострадавших нет. За последнее время в Бирме было зафиксировано по крайней мере 5 террористических автобусов. Правительство Индии и Мьянмара заявили, что недавние террористические акты производились воинственными группировками. Но пока неизвестно, какими именно. Тони Блэр, который всегда соглашался с американским правительством, на этот раз проигнорировал Буша. Британский премьер-министр Тони Блэр объявил в Палате общим 21 февраля, что масштаб британских войск в Ираке будет уменьшен от 7100 человек до 5500. После сокращения контингента британских войск в Ираке другие страны начинают планировать удаление своих войск. В то же время решение Буша об отправке дополнительных войск в Ирак критикуется даже в США. С другой стороны, американское правительство активно отреагировало на заявление Ирана, намеренного продолжать развитие ядерной программы. Вице-президент Ченэй сказал в интервью, что американское правительство сделает все, чтобы остановить разработку ядерного оружия, включая обогащение урана. Это означает, что не исключена возможность военных операций. Совет Тандемун в Сеуле в сотрудничестве с госпиталем Дэйл Энджел будет обеспечивать предоставление бесплатного медицинского обслуживания для детей иностранных рабочих. После диагностики заболеваний Совет примет решение о предоставлении лечения в больнице Дэйл Энджел. Кроме того, Совет будет проводить бесплатное санитарное просвещение и распределять информативные материалы для профилактики туберкулеза. Также рабочие мигранты могут воспользоваться бесплатным лечением в следующих больницах Сеула. Национальный медицинский центр, Госпиталь Красного Креста, Сеульский медицинский центр, Клиника иностранных рабочих, Госпиталь Дэйл Энджел. Телефоны больниц вы видите на экране. Корейская весна, как всегда, начинается с желтой пыли. Это мельчайшие частицы песка, переносимые ветром с территории Китая. По прогнозам синоптиков, в этом году ожидается большая концентрация пыли в воздухе. Примите меры защиты. Это были новости 2-й половины февраля. Вы можете найти нас в интернете по адресу www.mwtv.or.kr Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok